Временно исполняющий обязанности губернатор Андрей Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором республиканского мультимедиа-центра Мариной Раковой. Ее визит в Великий Новгород был связан с созданием в регионе первого детского технопарка Кванториум. Соответствующее соглашение подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Первый детский технопарк должен появиться в Великом Новгороде до конца года. Участники встречи обсудили возможные площадки размещения Кванториума. Это ДКМ-город, химико-индустриальный техникум, 36-я школа, гимназия Квант. Члены делегации республиканского мультимедиа-центра посетили все эти учреждения. В ближайшее время будет принято окончательное решение. Основные направления работы центра уже определены. На текущий момент мы определили, что центром интеллектуальной точки роста будут направления следующие. Это IT-направление, это бионаправление в части сельхозотрасли. Соответственно, это генетика, это селекция, соответствующее развитие данного направления. Это, безусловно, нанотехнологии в части новых материалов, соответствующие профиле предприятий, которые здесь есть. Это промышленный дизайн, который на текущий момент развивается в целом и очень масштабно. Это робототехника, которая позволяет создавать продукты, проинтегрированные всеми отраслями, которые были обозначены. Кванториум будет выполнять сразу несколько функций. Он станет аккумулятором детского дополнительного образования, методологическим центром для всех кружков и секций, а также своеобразной службой поддержки талантливых детей. Технопарк даст школьникам возможность осваивать перспективные технические и научные направления. В будущем именно нынешние ученики начнут строить новую экономику региона, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин. Нельзя не думать о будущем. А будущее, оно начинается с того, что у наших детей должна быть возможность себя применить здесь. Поэтому очень важное, очень ценное свойство Кванториумов – это способность настраивать эти образовательные программы под задачи региона. Если мы будем заниматься 3D-моделированием, например, здесь, то это однозначно тема, которая может быть связана с нашими памятниками, с этой историей. Добавим, что к концу 2017 года в стране будут работать уже 50 Кванториумов. Наш регион попал в список вне очереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова